Ваш предок, да, Николай Миклухомаклай, он хотел, чтобы на этом острове сохранилась вот этнокультура, некая такая самобытность, да, и, в общем-то, можно сказать, что в какой-то степени им удалось это сделать. Но вот сейчас, когда многие иностранные компании, когда Америка, да, когда много кто еще заинтересован в этом регионе, нет ли риска утратить вот то, что они сумели сохранить, пронести через годы, да, что, ну, несмотря на то, что отсутствует где-то цивилизация, но они такие, какими они были, понимаете, вот это, ну, какая-то такая уникальная особенность, то есть люди не поддались вот этому всему разрушительному, что происходит сейчас. Я согласен абсолютно с вами, и в то же время Миклухомаклай был за прогресс тот, который выбирает местное население. Если мы вспомним, то Миклухомаклай встретился с людьми, это первый, действительно, зафиксированный факт, которые не знали, что такое железо, как мы говорим, людьми каменного века. Вот сейчас они прям вот такие, да? Это же фотографии сегодняшнего дня, конечно. Но это в деревнях в тот период времени, когда есть какой-то праздник. Они носят обычные футболки, какие-то обычные шорты, разумеется, но это, я бы не сказал, что признак цивилизации. Давайте мы будем понимать, что какая-то ткань, одетая европейская или же американская или китайская, купленная непонятно где или подаренная, это не значит, что признак цивилизации. Цивилизация немножечко другое. Мне кажется, это когда они начинают пользоваться технологиями, когда они получают хорошее образование, когда они имеют право делать выбор, в каком направлении они могут развиваться. Вот это та цивилизация, которую они могут делать. Ну вот вы, когда приехали в Папу Новой Гвинеи, что вас вообще потрясло, поразило, да? Как человека, который, ну, привык к тому, что он с утра открывает холодильник, включает кран, у него есть канализация, все под рукой. И вдруг вы оказываетесь там, где всего этого нет. Вы знаете, я рожденный в Советском Союзе человек, занимающийся когда-то парусным спортом в течение 10 лет и прошедший походы в течение 10 лет, ничего не увидел нового. Мы ходили всегда в походы, мы ходили и разжигали костер и получали огромное количество удовольствия. В России таких людей миллионы. Безусловно, мы иногда хотим от этого уйти, от холодильников и прийти к этому, а для них это норма абсолютной жизни, они к этому привыкли. Я первое, что увидел, наверное, не ту разницу в того, что у них нет, а то, как все продумано. Вы представляете, у них хижины, они абсолютно сделаны таким образом, что они полностью вентилируются. И тебе не жарко, несмотря на то, что средняя температура в году, 25-27 градусов по году, она всегда такая. Абсолютно комфортно сделано и удобно то, что, например, в хижинах они спят и живут, а рядом находится кухня. Все абсолютно продумано в отдельной хижине. Я увидел, насколько они доброжелательны, насколько у них продумано их огородничество, и оно ровно столько занимает места и времени их жизни, сколько нужно для того, чтобы накормить семью, а не с утра до вечера ты в огороде для того, чтобы потом побежать это продавать. Они собирают ровно столько, сколько им нужно, а все остальное время проводят с семьей. И, как мне сказал старейшина, это потомок того первого папуаса, который встретил Миклуха Маклая, мы сохраняем традиции, потому что наши дети живут с нами. Это хороший пример. Мы точно так же можем и в цивилизованном обществе сохранять эту традицию, живя вместе с детьми или в большом доме, или же рядом, для того, чтобы они могли видеть наши привычки, и тем самым будем сохранять традиции. Поэтому я считаю, что первое, что меня поразило, это, безусловно, исходя из того, что я знал эту историю, не только в их быте, а то, насколько они помнят и любят Россию. Это та причина, почему я сейчас нахожусь напротив вас, почему я занимаюсь сейчас тем, чтобы рассказывать о папу у Новой Гвинеи. Но в чем выражается эта любовь? Как вы прочувствовали на себе это? Я прочувствовал это в том, насколько они сохраняют память о Миклуха Маклая и сохраняют память о России. Когда мы подплывали, подходили на лодке к берегу, они подняли русский флаг. Притом я не брал этот флаг. То есть у них русский, наш российский флаг. Это не был наш российский флаг. И поставили на том же самом месте и пели гимн папу у Новой Гвинеи. А дальше в джунгли, где жил Миклуха Маклая, и там так же все сохранилось практически, приехал основатель государства Майкл Самара. Человек очень высокопоставленный. Для того, чтобы засвидетельствовать почтение российской экспедиции, им нет, потому что он считает важным продолжать отношения с Россией. И вы знаете, вот когда ты видишь, насколько они хотят действительно с тобой дружить, и дружить даже не с тобой, с Россией в первую очередь, ты понимаешь свою меру ответственности, как ты должен себя вести для того, чтобы выстраивать эти отношения. И понимаешь, насколько действительно есть большой потенциал у россиян, и у российских компаний, и у русских людей, которые могли бы туда ездить и наслаждаться, и отдыхом в том числе, в сотрудничестве с папой у Новой Гвинеи.